Приветствую вас! Так, ключевая проблема в том и заключается, что вы боитесь, что молодой человек вас, собственно говоря, пошлёт. В этом и заключается ключевая ваша проблема. Если бы вы не боялись того, что молодой человек вас, к примеру, может послать, если бы вы этого не боялись, то я полагаю, что вы бы уже давно ему сказали бы всё, что хотели бы. Правильно? А так получается, что из-за того, что вы боитесь, из-за того, что вы, значит, не хотите, чтобы он вас послал, вы боитесь, наверное, ну, я не знаю, может быть, вы боитесь остаться одна, может быть, чего-то ещё, чего-то ещё вы боитесь, вот. Тут сложно, наверное, будет так сразу выделиться. То есть, если бы вы боитесь одиночества, либо вы не уверены в себе, вот. Именно потому, что вы боитесь того, что он вас послёт, вот именно поэтому ситуация и складывается таким образом очень негативным для вас, потому что, значит, мужчина знает и чувствует, что вы, к примеру, в нём нуждаетесь и активно использует, значит, активно использует для этого все средства, в том числе и средства подчинения вас для того, чтобы всё продолжалось, ну, примерно в таком же духе. Вот. Понимаете? И всё. Как бы, как бы. Вот это, собственно, то, что вам необходимо для себя понять. Что мужчина по факту преследует только лишь свои цели какие-то. Мужина думает только о себе. Вот. Это первое, что я хотел бы вам сказать. Дальше. Вы говорите о том, нормально ли такое его, значит, поведение, что он вам, ну вот, запрещает, да, достаточно много вещей. Опять же. Что значит, нормально ли? То есть, норма не устанавливается кем-то, ну, кем-то в отношениях. Понимаете? Вот. Норма, она устанавливается самими субъектами отношений, исходя из своих представлений. Вот. То есть, иными словами, если для вас поведение молодого человека, как мужчина, это такое ярко выраженное мужское поведение, да? Ну, нормально, если вы считаете, что мужчина должен вести себя так. Ну, значит, значит, в таком случае, да, это норма. Ну, норма имеется в виду, для вас это норма. Понимаете? Вот. Для, для, конечно, конечно, него это может быть и не норма. Вот. Но для вас это норма. А может, наоборот, что это для него норма, а для вас не норма, как бы вот, потому что вы видите, да, вы спрашиваете нас, значит, почему так происходит и так далее. Вот. То есть, получается, да, получается, что для вас это не норма. То есть, то, что, ну, что, как он себя ведет. Вот. И вот в этом случае, да, в случае, если вы считаете, что это не норма, то не надо искать каких-то оправданий, да, не нужно искать какой-то поддержки, да? Вот. Вот. Допустим. Допустим. Поддержка там, к примеру, ну, в нас, да, не нужно искать этого. Самое главное, чтобы вы сами были уверены в том, что то, что происходит, не норма. Если это не норма, что-то происходит, то значит, это так и есть. Это не норма. И мириться с этим, ну, ни в коем случае нельзя. Вот. Понимаете? Какая история. То есть, опять же, да, здесь опять же ориентация идет на другого человека. Не на вас. Вот. А на другого человека должно быть на вас только. Понимаете? В целом, отношения такого типа принято считать, принято называть садомазохистическими. Вот. Вот. Или отношениями, отношениями жертва-агрессор. Ну, или агрессора-жертва. То есть, в данном случае молодой человек ваш представляет из себя по факту агрессора. То есть, кого-то, кто выступает по отношению к вам агрессивно. Кого-то, кто по отношению к вам проявляет силу, да, подавление и так далее. Вот. И связано это с тем, что, значит, у мужчины тоже есть определенные проблемы. Например, он боится измен. Например, он боится одиночества. Например, он, значит, не имеет личных границ. Вот. То есть, какая проблема у него присутствует. Это проблема всех садистически настроенных, ну, личностей, не только. Это касается мужчин, да, ну и всех. Ну, чаще это бывает мужчина. Вот. И у вас, у вас тоже есть основания для того, чтобы сомневаться в том, насколько вообще правомерна такая его позиция и так далее. То есть, это вот у вас скорее, ну, мазохистический тип отношений. То есть, вы склонны больше именно к тому, да, чтобы вот вас, значит, ну, чтобы вас подчиняли, эм, чтобы вас, возможно, как-то, эм, прифинговали, если угодно, вот. И так далее. То есть, это вот, эм, точно такой достаточно важный момент, эм, который, мне кажется, ну, имеет смысл раскрыть ваш контекст и контекст. Вот. Эм, ну, для того, чтобы вы лучше понимали, да, как обстоят дела, что происходит. Вот. Эм, значит. Поменяется ли мужчина? Эм, нет, не поменяется. Эм, станете ли вы думать эм, как-то, значит, по-другому. Ну, опять же, без помощи психолога вряд ли, потому что мазохисту, если вы действительно мазохист, то мазохисту в глубине души нравится, когда с ним обращаются вот так вот жестоко, ну, или жестко, лучше сказать, эм, как с вами. Вот. Мазохист, мазохисту это нравится, и он, эм, для себя принимает эм, эм, такое вот отношение. Вот. Ну, во многом, эм, потому что, эм, боится, что, эм, никакого другого отношения, да, к нему, как бы, как бы, проявляться больше не будет. Вот. Никакого другого отношения к нему проявлять не будут. Вот. Так что, проблема, э, есть, ее надо решать, ее нужно решать, эм, ну, вот, проблематику, вот эту вот вашу, ее нужно, действительно, нужно решать. Вот. Значит, как решать, э, хотите ли вы ее решать, да, это уже, на, на ваше усмотрение, но, э, совершенно очевидно, что, вот, если, э, сами по себе отношения, которые, которые вы описываете, они, они, действительно, могут быть, да, то есть, они могут встречаться, они могут, ну, люди могут, э, находиться в таких отношениях, они могут, э, в таких отношениях быть, э, счастливыми. Вот. Да, ну, к примеру, женщина, женщина, да, вот, она, допустим, э, считает, что, там, мужчина, к примеру, должен, должен быть, э, ну, активным началом, к примеру. Вот, она так считает, женщина, ей, соответственно, какой мужчина нужен, ну, вы, наверное, понимаете, да, ей нужен мужчина, как раз-таки, такой вот, активный, да, ну, в большей степени активный ей нужен мужчина, мужчина. Вот, потому что, э, потому что, э, по спассивному мужчине, мужчина, она, э, не будет, э, чувствовать себя, э, женщиной, например. Вот. Если это еще может быть нормально, то, э, совершенно однозначно, ненормально, э, ненормален ваш страх, э, э, значит, что он вас послёт. Вот, однозначно, это ненормально, это страх одиночества, вот. которые, да, которые присутствуют у практически, практически, у, э, всех э 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 личности. Ну, если мы согласимся с тем, что вы именно вот мазохист, ну, в контексте отношениями мазохисты. Вот. Если мы это признаем, вот, если мы это признаем, то в таком случае я полагаю, что вам нужна помощь, вам нужна для начала бы принять себя до конца такой, какая вы есть. Вот. Представь себя, например, за что-то обвинять, корить, считать себя недостойной. Вот. То есть вот это все вам, собственно, не мешает. Вот. Дальше проработать детско-родительские отношения, в которых вы, я полагаю, и научились через вот негатив такой, да, через грубое к себе отношение, ну, явно такое подавляющее к себе отношение, да, получать какое-то, значит, наслаждение, какое-то удовольствие и так далее. Вот это тоже нужно корректировать. И вот тогда уже вы скажете сами. Тогда вы уже и скажете сами, там и скажете при чем-то, да, не будет. Так все. В общем, никто вас принуждать, вот никто вас принуждать не будет. Вот. И вы увидите, как бы, например, как это здорово, например, делать свой выбор, как это здорово самостоятельно выбирать и отношения, и свою модель поведения. Вот. На этом всё, а я надеюсь, что мой ответ вам помог, я надеюсь, что вы извлечёте для себя полезные моменты. Вот. И надеюсь, что сделаете выводы. Что касается рекомендаций, то в первую очередь это личные границы и личная ответственность. То есть за что отвечаю я, за что отвечаешь ты. Вот. Ну и мне кажется, что не лишним было бы вам переоценить, переоценить гендерные представления свои. То есть, что есть мужчина, что есть женщина, какое место занимает мужчина, какое место занимает женщина, вот. то есть, и подумать откуда взялись эти ваши, эти мысли, да, то есть, откуда они появились, из вашей семьи или вы сами так решили. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.